А сейчас с жарких футбольных полей переместимся под крышу Самарского дворца спорта ЦСКА ВВС, где довольно прохладно. Здесь начали подготовку к новому сезону хоккеисты под руководством нового главного тренера самарских летчиков Александра Асташова. Александр Сергеевич, расскажите немного о себе. Где работали, где играли, где тренировали? Я не знаю, у вас в телевизионном времени не хватит рассказывать, где я был и что я делал. Вкратце. Играл я в высшей лиге в команде автомобилист Екатеринбург, ЦСКА и Нижний Новгород, скажем так. Три команды, в которых я выступал. Затем закончил высшую школу тренеров, приступил к тренерской работе. Свердловский тогда еще. Команда лучше такая была, которая встречалась, кстати, с Маяком, с Куйбышевским тогда еще. Затем автомобилист. В Югославии, в Любляне. Снова автомобилист. И вот сейчас нахожусь на должности главного тренера ЦСКА ВВС. Ну, а с чем связано вот то, что вы возглавили армейский клуб из Самары? Связано это прежде всего с тем, что в Екатеринбурге нет интересов к хоккее. И команда практически начала разбегаться. И никакие силы уже остановить ее не могли. И просто оставаться там и работать было мне уже не с кем. Поэтому я принял приглашение руководителей клуба ЦСКА ВВС. И с тем, что я считаю, что здесь такая ситуация, в которой руководство занимается хоккеем. Люди хотят иметь хоккей хороший. Для этого я приехал. Ну, вот в последний год в ЦСКА ВВС сменилось очень много главных тренеров. Насколько с вами заключен контракт? Да, я там слышал, что много сменилось. В прошлый год три тренера работало. Контракт со мной еще не заключен. Это дело ближайших дней. Но я вам хочу сказать, что я надолго собрался, долго работать. Ну что ж, это очень приятно. Но вот, как правило, когда приходит новый главный тренер в команду, как правило, появляются и новые игроки, которые он приглашает. Вот сейчас на льду мы видим новых хоккеистов. Расскажите, кто пришел в ЦСКА ВВС? Если сейчас вы внимательно смотрели, то практически две команды сейчас находятся на льду. Вот у нас вечерняя тренировка заключается из контрольных игр, в которых я более близко знакомлюсь с игроками и отбираю, что ли, их на последующие сборы. Много и старых игроков, и новых, новой молодежи много. И говорит сейчас вот о составе, который будет выступать в чемпионате еще, наверное, преждевременно. Но могу сказать, что из Екатеринбурга приехали опытные игроки, которые несли основную нагрузку в той команде. Это целое звено Мухин, Поротников, защитники, Хазов, Еловиков и Гатаулин, нападающие. Кроме того, из Екатеринбурга два молодых парня, кандидаты в сборную России 78-го года рождения. Григорьев, защитник, и Булатов, нападающий. Есть группа молодых ребят из Уфы, из Казани. Вот сейчас больше 40 человек, из которых предстоит создать команду, которая будет выступать. Ну, а какая она должна быть, команда мечты, вот команда, будущая команда ЦСКА ВВС? Команда должна быть такой, чтобы ее игра нравилась зрителям, чтобы этот дворец заполнялся полностью. Вот это, наверное, главный критерий качества выступления команды. Ну, естественно, сплав опыта и молодости. И, прежде всего, надо создать коллектив, который способен большие задачи ставить перед собой, решать. Это, конечно, дело непростое и не такое быстрое. Предстоит много работы нам еще. Будут ли изменения в тренерском штабе команды? Пока вот уже тренерский штаб команды сформировался. Это, значит, вот, Асташов, Селиванов, который со мной в Екатеринбурге работал, и Долганов, который работал здесь. Дадаев остается в клубе работать, на административной работе. Будет заниматься молодежью у нас. Планируется создание еще второй команды, молодой. То есть работы всем хватит. Изменей больших пока нет. Ну, не пуха вам. Спасибо. И к черту, к черту. Пока! Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok